Детская больница номер 6 располагается неудачно, в жилом доме. Некоторые подъезжают к зданию прямо по тротуару. Оставить автотранспорт негде, а вот для колясок или санок место нашлось. После ремонта появилась уличная парковка. Детский транспорт, по словам персонала в безопасности. За входом следит сотрудник через видеокамеры, но посетителей новшества не оценили. Сейчас зима, холодно. Я после больницы вынесу ребенка в холодную коляску. И что потом? Мой ребенок заболеет от переотхлаждения. Какие проблемы решить можно? Я думаю, что возле регистратуры можно как-то освободить место и там все-таки какую-то парковку сделать. Места в больнице мало. Санки и коляски паркуют по старинке в Тамбуре. Ими заставили вход в новый колл-центр. Раньше оператор сидел в регистратуре, отвечал на звонки и параллельно выдавал карточки. Сейчас специалист записывает на прием, принимает заявки на вызов врача в отдельном кабинете. Какой у вас участок? Что случилось? Вторым помещением, куда попадает посетитель – холл, где есть регистратура и гардероб. Раньше куртки сдавали за решетку, а консультировались через стеклянные перегородки. Присесть и раздеть ребенка было негде. После ремонта установили диваны и пеленальные столы. В холле стоит информат, где можно записаться на прием, а очереди в регистратуру нет. Получать карточки теперь не нужно. Карточки подбираются. То есть пациенты записываются заранее на прием, либо когда они приглашаются, сами врачи их записывают на прием. И к началу приема карточки подобраны и уже находятся в кабинете. Некоторые пациенты по-прежнему забирают больничные карты на руки. Потому что на прием к узким специалистам нужно идти в другой корпус, а без карты врач не примет. То есть в этой больнице педиатры, на Стальского анализы сдаем, и на Карбышева, на Карбышева 20, там у нас узкие специалисты сидят. И то есть ты, бываешь, прибегаешь сюда за карточкой, бежишь туда, сдаешь анализы, и потом бежишь в третью больницу до врачей. Конечно, это очень неудобно. Особенно, когда ребенок очень маленький и если нет транспорта. В коридорах появились таблички с номерами кабинетов, расписания врачей и мягкие диваны. На втором этаже есть еще одно новое помещение. В этой поликлинике оборудовали специальную комнату. Маленькие пациенты пока ждут приема, могут поиграть с игрушками, а мамы покормить детей прямо за этой ширмой. Для гигиены на пеленальном столике влажные салфетки. Детские игрушки, по словам персонала, ежедневно моют и стерилизуют. В этой больнице работает кабинет неотложной помощи. Сюда установили холодильник для лекарств и новый аппарат УЗИ. Пока он у нас еще только начинает работать, и мы его используем пока в целях, когда идут пациенты вне приема, действительно по неотложным состояниям. Там заболел ребенок, не записан никуда к врачу, он может прийти в поликлинике, его смотрят в этом кабинете. Кабинет неотложной помощи нужен для того, чтобы больные пациенты не пересекались со здоровыми. Если ребенок простудился, то помощь окажут без записи. Ирина Сорукина и Сергей Пайхалов, Антенна 7.